Ежегодно в России в розыске находятся свыше 120 без вести пропавших людей. Это не только те, кто ушел из дома, но и чаще среди них бывают грибники и охотники. Какие правила необходимо соблюдать, находясь в лесных помещениях? Сегодня об этом нам расскажет наш гость Павел Владимирович Алексеев, заместитель начальника аэромобильного поисково-спасательного отряда службы спасения Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Павел Владимирович. Доброе утро. Итак, кто же прежде всего попадает в группу риска и по какой причине? В группу риска в основном попадают люди пожилого возраста, где-то 50 и выше. Потому что они, как говорится, ходят по лесам и блуждают. Как бы их места, где они постоянно ходили, и со временем они забывают, где они ходили. И, соответственно, они как бы у нас еще и плюс больные, хромые, за ними как бы это не следят, потому что грибы растут как бы в росте, и все ходят за грибами туда-сюда. И, соответственно, от других же людей, избегая того, что они больше наберут, отходят. И таким методом они теряются. Соревнуются, да? Да, да, соревнуются, получается, да. Если сравнение с ягодами, то ягода как бы кучами, и так все на виду. А грибы как бы вот так растет в разброс, и начинают они ходить. От него уходят, от этого уходят, и в конце концов, хоп, потерялись. И в суть важности в том, что вот, когда они потерялись, начинается что? Волнение, суетиться. Хорошо у нас вот сейчас вот везде сотовая связь как бы наладилась, да? Вот намцирский тракт у нас теряется, вилюйский тракт, намский тракт, маганский, вот пицефабрика, вилюй, там, по Покровскому тракту. И с помощью сотовой связи вот пытаемся их находить. Ну, есть люди, которые очень паникуют, и, выходя на связь, не стоят на месте. Начинают ходить, то есть уходить от нас. Потому что у нас при первой возможности они теряются, оказывается, днем, а в конце концов нам звонят вечером, в конце рабочего дня. Приходится поднимать все свои эти подразделения и отправлять, соответственно, на зону поисков. Также привлекается техника, спасатели. Это очень много движений, конечно. И, как бы, начинаем искать. Как звонишь, они говорят, вот мы стоим возле озера, типа, стойте. Приезжаем в это озеро, нету, ушел дальше. Такими методами очень тяжело бывает, что искать таких людей. Ну, прежде всего, если человек заблудился, да, каких правил нужно придерживаться? Я не знаю, как одеваться нужно, да? Вот, по поводу одежды это очень хороший вопрос, потому что у нас сейчас очень, как бы, говорится, распространенная форма одежды – это камуфляж. Темная, зеленая или темная, или черная одевают, соответственно, и все, и они практически не видно. Вот, вроде бы, сидит человек рядом, да, все, как бы, уходит. А если его в лесу, в зеленом же лесу искать зеленого человечка, соответственно, если он, ну, там, упал, ему плохо стало, там, очень сложно такие искать. Света должны все одевать, конечно, более такой яркий цвет, там, красный, оранжевый, желтый, чтобы в глаза кидалось, бросалось, допустим. Было бы очень здорово. Светоотражательные, наверное, тоже, да? Ну, светоотражательные тоже, может, да. Ну, допустим, в связи этих поисков мы сейчас, как бы, планируем, думаем, как бы, в лесу поставить опознавательные знаки, там, город находится там, или звоните туда-то, стойте на этом месте. Ну, это, соответственно, все упирается во всех финансовых этих, потому что у нас в пригороде очень большие территории. Люди, бывает, выезжают вошли на 25-й километр Вилюйского тракта, на Кинкоме, там, еще дальше выходят. Тот-то по-намскому, на 40-каком-то, вот, потерялся человек, нашелся, это слава богу. И благодаря тоже тому же нашим, там, сигналам, сотовой связи, была девушка потерялась в этом, на нам сырском тракте. Она с помощью телефона определила, где она находится, гаджетами, в новом, сейчас же, сейчас, как бы, все новое, вышла сама на дорогу. Это нам очень, как бы, полегчало. Геолокация, да? Да, геолокация, да. А так было оно у стариков, как обычно, ну, у пожилых людей, стариков, но. Лучше, вот, когда идти в лес, надо, да, вот, телефон на собой заряжать полностью, там, и, как бы, вместе держаться, а не распространяться. Они почему-то все идут толпой, и почему-то кто-то теряется. И самое, это, вот, проблемно у нас после дождей и выходные. Самое-самое на выходные мы сидим у Лохмана, на этом. То есть, обязательно кто-то потеряется, да? Да, обязательно кто-то должен потеряться. Ну, мы, конечно, лучше надеемся, потому что в этом году очень урожайный год, очень урожайный, по сравнению с прошлым годом. Да, действительно. В прошлом году такого не было. Ну, бывает, что моя дежурная смена, спасание, бывает, день по три раза выезжают на поиски. Бывает, что ночью выйдут, утром только приезжают, среди них, ну, потеряющихся людей еще. Бывает, что люди сами выходят и не звонят. Есть тоже такие случаи. Они, кажется, дома сидят, они, кажется, там. А мы ходим там. Не сообщают, да? Не сообщают, да. Что прибыли уже домой-то. Бывает такое очень, да. Ну, какими методами вы осуществляете поиски? Ну, методами техническими, конечно. У нас стоят спецсигналы на автомашине, вот, ими работаем. Соответственно, у нас спецтехника, квадроциклы, мотоциклы, там, роконы. Вот, ими работаем, сигналим, кудим. Ну, все так же, ничего пока особо нового нету, такого, чтобы, там, тепловизоры, там, квадрокоптеры, мы, там, все думают, что спасатели приедут, сейчас поднимут, там, квадрокоптеры, самолеты, вертолеты, там. Все просят вертолеты, да, но вертолеты – это очень дорого. Из-за этого приходится своими пешими, старыми методами искать. Так, ну, можно такой итог подвести, да, что если вы потерялись в лесу, нужно стоять на месте. Да, если вы, да, вы, если почувствуете, что потерялись, лучше давайте успокоиться, прислушаться, можете звуки, что, и, как бы, и стоять на месте, не ходить, не искать дальше тропы, там, куда-нибудь глубже уходить, там, где нет дорог. Обычно у нас люди выходят на дорогу, это радуются, а куда эта дорога ведет, никто не знает. Павел Владимирович, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром и дали такие дельные советы, я очень надеюсь, что все прислушаются к ним. Ну, я тоже на это надеюсь. Спасибо вам большое, удачного дня. Спасибо вам большое, удачного дня.